Сообщение об автопожаре в Шевченковском районе поступило к спасателям в начале 4-го воскресенья. Во дворе многоэтажки по улице Атакара Яроша горел Мерседес. Туда были направлены наши подразделения. Минут через 11 пожар был полностью ликвидирован. Горел. Очаг пожара находился в моторном отсеке, возле моторного отсека. Не исключена версия о том, что там был занос открытого источника огня, то есть поджог. Рассматривается эта версия, рассматриваются также версии, связанные с техническими возможными причинами возникновения этого пожара. Сегодня о случившемся напоминают разве что вот эти черные следы на асфальте. Арендаторы офисов и жильцы дома, хотя и отказываются комментировать на камеру, признаются, что если это все-таки поджог, то не понимают, кому мешала иномарка. Пришел на работу, а мне коллега мой говорит, а у нас вот во дворе сожги машину. Говорит, вот фотографии. По словам консьержа, камеры по периметру высотки есть, но именно это место не просматривается. Единственное, что сумел разглядеть его сменщик – яркая вспышка. По факту происшедшего в местном отделе полиции было открыто уголовное производство. По статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» назначен ряд экспертиз. А уже сегодня в 2 часа ночи произошел автопожар на Салтовке. На улице Бучмы одновременно вспыхнули две элитных иномарки. Здесь больше идет уклон в том, что при проверке были определенные сведения о том, что эта причина – это все-таки занос открытого источника огня неизвестным лицом. Ну, а если говорить более проще, это поджог. Потому что два одновременно и очаги пожаров находились в одном и том же месте у каждого автомобиля. Хотя они находились на определенном расстоянии. Основные источники – это под капотной частью. Я имею в виду район моторного отсека. Между тем, выходные отметились еще одним из ряда вон выходящим случаям. На этот раз для того, чтобы расправиться с машиной, неизвестно использовали не огонь, а топор. На место выезжала следственная оперативная группа Фрузинского отдела полиции. По заявлению собственника иномарки было открыто уголовное производство. В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, устанавливают лиц причастных и сумму убытков. Веленмода Михаил Воронков, Агентство телевидения новости.